Приветствую вас, Лина. Смотрите, конечно, можно перестать мучиться, но для этого необходимо решать ваши личные конфликты. К примеру, так, на скидку, то, что я мог бы назвать, это то, что вам не интересно со своими раввисниками. С точки зрения психологии здесь речь идет вот о чем. Вы чувствуете себя слишком взрослым с ними. Если вы чувствуете себя слишком взрослым с ними, то вы подавляете в себе, ну, в какой-то степени вы подавляете в себе свои чувства. Вот. Вы подавляете в себе свои желания. Вы подавляете в себе что-то, что вот вам важно. Как бы. И это на самом деле очень серьезно. Такая вот обесценка по большому счету. Обесценка именно своих эмоций, своих чувств. И это на самом деле. Опять же, навязчивость по отношению к человеку, да, не связана с любовью, а связана скорее с чем-то другим. С потребностью к чем-либо. С вашей потребностью к чем-либо. И идея заключается в том, чтобы с этим разобраться. Идея заключается в том, чтобы определить какие, о каких потребностях идет речь. О какой нуждаемости и в чем идет речь. Понимаете? Вот. Есть ощущение, что через этого человека вы пытаетесь, ну, добрать себе то, чего вам не хватает в той или иной степени. По тем или иным причинам. Вот. Например, например, любви, в частности, отцовской. Что, как бы, связано с тем, что вы пытаетесь добиться человека, который старше вас. И в котором у вас, в принципе, ничего получиться не может. Может быть, что-то еще. И идея заключается в том, чтобы с этим разобраться. Понимаете? Ого. Вот, как бы, такой аспект. Это задача для психотерапии. Понимаете? По поводу суицидальных мыслей. Здесь, опять же, нужно разбираться, откуда эта тенденция к саморазрушению. За что вы себя наказываете? Чувство никчемности в своей жизни. Оно про это. Про вот такую, скажем так, незаполненность свою, собственно. Понимаете? Про, ну, какую-то такую вот бессмысленность свою собственную. И все это, опять же, требует коррекции, требует корректирования своего. Вот. Вот, в принципе, то, что можно ответить. Такое ощущение, что вы себя обвините за свои чувства, обвиняете себя за них, рукаете себя за них. Не позволяете своим чувствам быть, не позволяете своим чувствам как-то вот себя проявлять, да. Ну, короче говоря, лишаете их право на жизнь свои чувства. Вот. При этом, ну, при этом, без какого-либо адекватного основания для этого. Ну, в принципе, понятно, что основания здесь по большому счету нет и быть не может. Вот. Потому что, ну, какое может быть основание, да, того, что вы себе запрещаете чувствовать то, что вы чувствуете. Вот. Ну, совершенно очевидно, что это все. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. То есть, такая вот идет глобальная обесценка, обесценка себя. Вот. А здесь, наверное, наверное, можно в какой-то степени упомянуть то, что... Вы сравниваете людей, ну, друг к другу. Вы говорите, что кто-то лучше, все равно он лучше. Вот. Это показывает ваше такое вот отношение к людям. Вот. А если показывает отношение к людям, вот, то, ну, соответственно, если показывает отношение к людям, то, соответственно, вы также относитесь к себе самым. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому это тоже такая вот крайне неприятная история, крайне неприятная ситуация. Которая вы себя по факту обесцениваете. По факту. Вот. Ну, все это корректируется. Все это корректируется. Все это поправляется. Все это выправляется. Вот. Ну, при, ну, при желании вашем, конечно же. Вот. Ну, другой вопрос. Хотите ли вы этого? Вот это вопрос. Потому что, ну, вполне вероятно, что нет. Вполне вероятно, что не хотите. Вполне вероятно, что вам это... не так, чтобы прям... очень надо. Что... вот. И так далее. Ну, это уже в любом случае. Вопрос такой. А какого-либо... какого-либо универсального рецепта я боюсь, что нет. Так что... здесь вот... такая штука. Здесь вот только... такой момент. Вот. В принципе. То, что можно вам ответить. То, как можно вам ответить. Ааа... на этом все. Надеюсь, что это было для вас... полезно. Я вам желаю. Я вам хочу... хочу пожелать всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Удачи.